Вы даже не представляете, насколько важная тема нас сегодня ждёт. Многие из вас взяли этого выпуска с самого начала шоу-сравнения. И вот сегодня я наконец-то готов сказать вам, что же всё-таки круче. Шапки или кепки? Меня зовут Тимур и вы смотрите шоу-сравнения. Перед тем, как мы начнём, позвольте немного истории о том, что же появилось раньше, кепка или шапка. По непроверенным данным, а именно с Википедии, я узнал, что шапку как головной убор придумали именно в России. Это было примерно в 10 веке. Собственно говоря, после этого и пошли вот эти всякие известные шапки Мономаха, там шапки всякие там другие прочие. На самом деле я просто не знаю никаких других шапок, кроме шапки Мономаха. Но вот знаю, ещё есть шапка с оленями. Шапка с оленями очень крутая. У кепок история будет подлиннее. Для начала придумали кеппи. Это такая как бы фуражка, и носили её либо водители, либо полицейские во Франции в конце 18 века. Она отличалась от шапки тем, что у неё был козырёк, и он позволял чуть-чуть закрывать глаза от солнца. Кепку в том виде, в котором мы её знаем сейчас, или проще говоря, бейсболка, придумали в Америке в середине прошлого века. И как не трудно догадаться, её история связана с бейсболом. Бейсбол это очень популярная игра в Америке. Чуть ли не у каждого города есть своя бейсбольная команда. И раньше бейсболисты играли в соломенных шляпах. Согласитесь, что смотреть на матч, где куча мужиков отбивают маленький мячик в соломенных шляпах, это выглядело как минимум забавно. Но кепку придумали не из-за этого, а из-за того, что нужно было что-то сделать, чтобы бейсболистов не слепило, а именно шапка с козырьком, и плюс, чтобы сюда можно было поместить логотип бейсбольной команды. Например, Нью-Йорк Янкис. Именно это в 1954 году и сделала компания Нью-Эра. Собственно говоря, и эта бейсболка, если мне не изменяет память, да, от компании Нью-Эра. Нью-Эра. Это первая фирма, которая начала выпускать коммерческие бейсболки. Почему бейсболки стали коммерческими? Да потому что их начали носить не только бейсболисты, чтобы защититься от солнца, но и фанаты начали приходить на матчи своих любимых команд как раз-таки в этих самых бейсболках. И им уже было важно не то, что она защищает от солнца, а то, чтобы на кепке был логотип их любимой команды. Шапки с такими логотипами тоже делают. Вот, собственно говоря, у меня есть шапка Chicago Bulls. Она также от компании Нью-Эра. Но как-то шапки не так популярны, как кепки. Если раньше на головные уборы размещали только логотипы любимых команд, то сейчас на бейсболке размещают все подряд. Например, вот 80, какие-то рисунки, Like Black, кепка Adidas, кепка Бэтмена. Короче, все что угодно. Но до сих пор самым популярным изображением остаются именно логотипы бейсбольных команд. Например, такой, как New York Yankees. У России тоже есть фирменные бейсболки. Они выглядят вот так. Их делает Bosco. Продает за кучу денег, и все, что мы получаем, это надпись Россия. Честно, я бы такую не стал носить. А вот такую бы стал. Хоть, честно говоря, даже ни разу не видел ни одного бейсбольного матча. На кепку проще разместить какой-либо логотип, потому что здесь жесткое основание, и кепка не деформируется, когда мы одеваем ее на голову. То есть, я вот одеваю, и с логотипом ничего не происходит. И вообще, на самом деле, шапки мне просто не идут. Это, на самом деле, самый главный минус лично для меня. Мне большинство шапок тупо не идут. Даже вот эта крутая шапка с оленями, я в ней выгляжу как лох. Также, касательно кепок, будет интересно знать, что и это. И это называется бейсболка. Это как бы более спортивный вариант, в такое играют бейсболисты. А это более, ну скажем, фанатский, что ли, или просто более модный вариант с логотипом. И это все равно называется бейсболка, потому что сзади нет универсальной застежки. И вот тут написан размер. То есть, он подбирается непосредственно под голову. А вот это называется снэпбэк, потому что сзади есть универсальная застежка. Такие кепки не имеют размера, то есть, у них вот эта часть всегда одинаковая. И вы просто регулируете ее под размер вашей головы с помощью вот такой застежки, вплоть до вот такого. Видим, сразу она становится очень маленькая. Главное, просто теперь вы знаете, что такое снэпбэк, а что такое бейсболка. Иногда, когда зима не очень холодная, то вот в такой шапке просто невыносимо жарко. Но снять мы ее не можем, потому что иначе мамка наругает нас, потому что мы на улицу вышли без шапки. Летом, на самом деле, вот в таких кепках тоже достаточно жарко, потому что она черная, никак не продувается. И с целью того, чтобы было не жарко, придумали вот такие специальные снэпбэки с сеткой. Они практически нещищаются на голове, со всех сторон продуваются. И, кстати говоря, стоят гораздо дешевле, чем обычная классическая бейсболка. Шапки нужны преимущественно для того, чтобы защитить голову от холода. Но даже на самом лютом морозе, когда надеваешь такую длинную и теплую шапку, уже минут через 10-15 голова начинает чесаться, сразу становится жарко, а снять ее нельзя, потому что холодно. Я не могу сказать, что кепка прямо-таки защищает нас от холода, но все-таки зимой даже в кепке будет все равно теплее, чем ходить без нее. К тому же, я повторюсь, что лично у меня есть такая проблема, что мне, ну, ни одна шапка, ну, нисколечки не идет. А вот кепки вроде бы нормально. Тем более, если это кепка с фирменным логотипом. Я очень долго думал, какую бы такую сувенирную продукцию сделать с логотипом в сравнении, чтобы она всем понравилась. И первое, что мне пришло в голову, это сделать вот такие подарочные наклейки. Теперь, если кто-то вдруг встретит меня на улице, можете попросить, я вам без проблем такую одолжу. Потом я подумал, что это должен быть какой-то аксессуар, или может быть футболка, но кому какой смысл носить футболку с логотипом в сравнении офиша, ну, кроме меня, собственно говоря, и моей съемочной команды. И потом мне в голову пришла кепка. Ведь носят же кепки с логотипами бейсбольных команд. Так почему бы не сделать кепку, например, с логотипом в сравнении офиша? К тому же, что это не просто кепка с нарисованным логотипом. Это настоящая вышивка. У меня на реглане, собственно говоря, тоже, видите, вышивка. Почему мне понравилась именно компания Вархед? Потому что они не только делают вышивку, они еще и делают ее на собственной продукции. То есть они сами производят кепки и шапки. Вот тут мы видим их логотипы, и внутри также все промаркировано. То есть это не какая-то там кепка, купленная на Алиэкспресс за 10 рублей, и потом на нее сделали беспонтовую вышивку. Нет, это собственная продукция российского производства. Поэтому, друзья, если вы давно мечтаете себе какую-то вещь с вышивкой, или, может быть, хотите себе с логотипом сравнений, то в описании к этому видео я оставил ссылку на макет, а также и ссылку на Вархед. Можете заказать себе абсолютно любую продукцию, она точно будет качественная. И все-таки, друзья, шапка или кепка? Вопрос очень интересный, но без однозначного ответа. Зимой, конечно же, нужно носить шапку. Во-первых, потому что иначе мамка наругает, а во-вторых, ну потому что без шапки действительно иногда бывает холодно. А летом нужно носить кепку, чтобы солнце не слепило в глаза, и чтобы, соответственно, оно нас не напекло. Но если сказать в общем и целом, то я больше предпочитаю кепки. Во-первых, потому что мне шапки не идут, а во-вторых, потому что кепки, мне кажется, более модные, чем какие-то там шапки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...